Улица Богдана Хмельницкого Мы обращались во все службы экстренные, в городскую, в нашу, в ЖЭК аварийную службу. Мясо, энерго обращались. Все также отникивались от этого кабеля. Они говорили, что мы его не обслуживаем, он нам не принадлежит. Он принадлежит господину Бондареву. И он должен вести все ремонтные работы и обслуживание этого кабеля. По словам председателя ТСЖ, одного из домов на место аварии не выехала даже аварийная служба. Аварийная служба, она относится к городу. А непосредственно вот этот вот участок, на котором расположен электрический кабель, он относится не к городу. То есть в частных, грубо говоря, владениях относится он к Бондареву. Так вышло, что зона обслуживания Мясо-энерго заканчивается на ТП-29. А ТП-29А принадлежит уже частному лицу. Тем не менее, тогда удалось подключить резервную линию. Опять же, не без помощи Мясо-энерго. У них по-человечески просто попросили открыть ТП-29. Потому что лаборатория переносная, она без автономного питания. И для проверки резервного кабеля нужно было 220. А 220, сами понимаете, во всем районе здесь было везде отключено. То есть получалась безвыходная ситуация кольцевая. Долго упрашивали и аварийную службу, и общался с мастером. Кое-как выделили человека, он приехал и все-таки открыл. Мы его держали тут минут 30-40, пока не приехала повторно Горбунов, это лаборатория испытательная. Вот они тогда приехали, испытали, выписали акт, и только после этого мы запустили. Но не тут-то было. Свет в квартирах вновь погас примерно в 16 часов этого же дня. Так же, как и в предыдущий раз, это произошло из-за порыва кабеля. Недалеко от домов, о которых мы говорим, ИП Сидоров возводит капитальное строение. Надо сказать законно, на него он имеет все разрешительные документы. Рыть землю необходим экскаваторами и в определенном месте. А тут, как назло, кабеля, которые так мешают строительству. В противостоянии кабелей и экскаватора вновь победила тяжелая техника. Как итог, поврежденный, теперь уже резервный кабель. Судя по тому, что произошла авария, кабель, который принадлежит и обслуживает МИАС, Дом, Сервис, генеральный директор Ростовцев Дмитрий Николаевич и энергетик Артюх Александр Петрович. Он сразу же на генплане был или неправильно указан, или вообще не указан. И уложен не по нормам. Хотя я нормы точно не знаю, но он находится прямо на поверхности земли. Не очень глубоко зарыт. При всей этой аварии вылетает полмашгородка. По сведениям МИАС Энерго, в четверг только два кабеля сплавились. И они перецепили полмашгородка по своей линии, по какой-то новой и не очень правильной. Плюс они в пятницу работали и днем, и ночью и устраняли все свои аварии. И это будет продолжаться не последний раз, потому что, по сведениям МИАС Домсервиса, генерального директора Ростовцева, Сидоров уверяет, что он будет здесь копать, и он будет здесь строить. Вот и выходит, одному надо строить, а другим хочется знать, кто ответит за то, что у них нет электричества. За последние два месяца это уже вторая ситуация. Причем выключают довольно надолго свет, то есть это 10 часов, может быть 8. Вот последний раз это уже сутки, пошли вторые сутки сейчас. Дело в том, что холодильники все разморожены. У меня еще ребенок есть, которому три месяца. Ребенок искусственник, то есть он на смеси, его нужно постоянно кормить. И мы просто не знаем, как обходиться в этой ситуации, поскольку наш застройщик молчит, ТСЖ тоже не в силах ничего предпринять. В домах нет газоснабжения, а значит проблема отсутствия электроэнергии ощущается намного острее. У жителей даже возникло желание позвонить в единую диспетчерскую службу 112 и попросить привезти к их дому полевую кухню, чтобы хоть как-то накормить детей. С жителем 78-го дома вообще приключилась ситуация «Хуже не придумаешь». Он делает ремонт и как раз перед тем, как отключили электроэнергию, он варил трубы, но доварить не успел. «Потекло, во-первых, я затопил свою квартиру, затопил соседей. Ну просто эта ситуация безвыходная, мы здесь не виноваты ни в чем. Такая у нас управляющая компания, так к нам относится. Мы, походу, не люди. Ладно, тут были взрослые мужчины, здоровые, мы руками просто кипяток держали. Человек руки себе сжег, я руки поранил. Ну потому что по-другому никак, если бы мы не держали воду на пор, мы бы затопили вообще весь дом». При отключении электричества простаивает и стройка по улице Богдана Хмельницкого. Жители опасаются новых порывов кабеля и хотят знать, кто им придет на помощь в случае новой аварийной ситуации. Мясэнерго или все же собственник трансформаторной подстанции. Данный инцидент не остался незамеченным. Глава города интересовался исходом дела на аппаратном совещании. «Строители кабель в районе улицы Богдана Хмельницкого. И там точно больше 24 часов оставались без... Не прозвучало у вас. Кто это?» «У меня остался сервис». «Не прозвучало в вашем догладе?» «Прозвучало». «Прозвучало?» «Богдана Хмельницкого, 72-78, они, по-моему, пытались поднять на ноги, значит, всю область. Вот, переключились на резервный кабель, на следующий день порвали резервный кабель. Вот как так ведутся работы строителей, я, честно говоря, плохо понимаю. Кто-то им дает разрешение, кто-то не знает, где проложен кабель. То ли это времянка, то ли, значит, штатный. Такого не должно быть. Они не нарушили правила проведения сотрудников работы». Из официальных комментариев нам удалось узнать только то, что в ближайшее время будет проведено совещание, где обсудят сложившуюся ситуацию и примут соответствующие решения. Редактор субтитров А.Семкин